Так, раз-раз, меня слышно. Итак, происходит то, чего я сам так давно ждал. Я вам покажу миллион картинок про карты. Вы будете все слушать и смотреть, и не успеете все сбежать через аудиторную дверь. Итак, немножко о Google Maps API. И невозможно предвидеть этот рассказ без рассказа о самих Google Maps или даже вообще о самих картах. Итак, начало-начал. Ну, доклад я так назвал. С начала времен и до наших дней. Google Maps API. Дело в том, что даже это, такое вроде бы скромное API, насчитывает уже длительную историю и связано с развитием интернета более чем полностью. Итак, немножко карт. Карта может быть старинной. Это карта, да, сделанная, не знаю, там, на дубе, глине и так далее. Можно распознать какие-то очертания Африки или еще чего-то. Карта может быть неточной и быть чуть менее старинной. Неведомая Южная Земля, непонятная Северная Америка и так далее. Карта может быть игровой. Карта может быть игровой. А еще карта может быть реальной. Вот где-то там, если кто-то твитит по хештегу defest slash defest slash omsk, вот там наша точка где-то должна на мировой карте твитов вспухать. Давайте ее набухнем посильнее. Итак, зачем нам всем Google Maps? Моя любимая картинка, которая как бы намекает на старые времена. Когда они могут вам понадобиться в первый раз? Например, когда вы путешествуете. Когда вы хотите совершить маленькую революцию, а точной карты местности, где вам ее совершать, у вас нет. Когда нет денег на билет в Нью-Йорк, а аэрофлот нынче дорог. Можно найти интересные маршруты, которые за 50 евро вас доставят в небольшой городок, оттуда в другой небольшой городок и так далее. Не буква, а по разным сайтам. Можно доказать всем при помощи скриншота, что Омск 7 баллов – это просто ни о чем. И в Москве реально страшные пробки. Может быть, это связано с небольшим количеством данных по Омску у Гугла, но, тем не менее, пробки в Омске действительно меньше. Если вы хотите узнать, что творилось вдоль 37-й широты в 1864 году, там один товарищ еще исследовал, исследовал, были бы у него Google Maps и Google Earth, он бы просто не парился. Были бы какие-нибудь реальные снимки, как кто-нибудь съел Капитана Гранта и так далее. Можно, и это тоже реальный пример, создать службу помощи при наводнению. Реально, быстро. Не заморачиваясь, может быть, с хостингом и так далее. В этом году были серьезные проблемы, наводнения, если не ошибаюсь, в Бангладеше и еще где-то, в смежных местах, в Бирме. Были очень быстро созданы добровольцами, развернуто приложение, зоов о помощи в случае наводнения. Они реально помогли некоторым пострадавшим. Дело в том, что в Google Maps, кроме самих карт, в себя может включать так называемый Google Maps Engine – фреймворк для развертки быстрого веб-приложения. Причем вы хостите его не у себя, а хостится он, естественно, на Google серверах. Для вот таких экстренных ситуаций предоставляется бесплатный доступ по соответствующей заявке, подтвержденной, например, новостями или какими-то скриншотами ужаса. Итак, немножко про набор юного Паганеля. Что можно делать при помощи Google Maps? Например, можно рассматривать погоду. Для меня стало уже привычным, собираясь в путешествия, поразбираться немножко с погодой, со статистикой погоды, посмотреть детальный прогноз на 4 дня. Порой он оказывается лучше, чем Гесметио для данного далекого региона. Можно реально планировать путешествия, то есть ты совмещаешь, прокладываешь какой-то маршрут и смотришь одновременно погоду на этом маршруте в ближайшие 4 дня. Очень удобно. Если тебе хочется почитать что-то о местности, то можно очень быстро загружать себе вики-странички, которые рассыпаны в вики-слое. И таким образом, это потребляет, наверное, минимальнейший трафик, отключить сами Google карты и смотреть только примерно на вики. Таким образом, путешествие с очень небольшим трафиком. Это фото и видео слои. Вот здесь вот скриншот Омска, центра города. Даже наш центр города насыщен вики-статьями, связанными с какими-то геоточками, какими-то фотографиями привязанными. Я фоткал своего дома вон ту крышу. И какими-то видео, которые люди нечаянно выложили на YouTube, пометив геотегом со своим домом. Итак, есть еще такая замечательная вещь. В нашем городе есть сайт Баосадом Омск, но не во всех городах муниципалитеты прямо вот так быстро выкатывают такие вещи. Например, в Париже в свое время была общественная инициатива по выкатыванию системы данных в общественном транспорте, оборудованию за общественный счет, датчиками их. И таким образом все это отображается на Google карте. Но это является не каким-то самостоятельным приложением, а частью сервиса общественный транспорт Google карты. Он развернут во всех крупных городах Европы и некоторых крупных городах Америки. По-моему, еще в Пекине, если я не ошибаюсь. Ну, в России, по-моему, все-таки эти вещи не работают. Там довольно сложные лицензионные ограничения в плане того, что наш муниципалитет хочет одну информацию размещать, одного типа, а Google не разрешает. Но, тем не менее, такая возможность есть. Есть замечательная такая вещь, может быть, не все еще пользовались. Это возможность работы с картой без интернета. Например, если вы понимаете, что точно в этом городе вы не собираетесь покупать симку, но Google-то карты скачать можно. Выделяете пальцем определенную область, загруженные кусочки лежат в памяти телефона. Там есть реально все, даже включен поиск. Единственное, они немножко ограничены размером. Там хороший сжатый формат. Например, вы не можете сохранить всю Америку или всю Германию. Можете сохранить какой-нибудь отдельный город и его окрестности и пользоваться ими оффлайн. Получается такой маленький дубльгиз. Дополненная реальность. Очень много проектов, связанных с дополненной реальностью, то есть построенных на Google-карте. Вот мой любимый, наверное, сайт – это Sepia Town. Там есть много слоев, сотканных, наверное, из тысячи фотографий вот этих мест. И вы таким образом, навигируясь по Google-картам при помощи Google-навигатора, вы смотрите на реальный дом и тут же можете подгрузить его старинную фотографию. Это реально завораживает. Попробуйте обязательно в какой-нибудь город, который вы будете путешествовать. В свое время были в Петергофе и тоже там заметили, там на входе предлагается скачать приложение под Android, которое даст вам дополненную реальность, расскажет немножко про Самсона, почему он кому-то пасть раздирает и так далее. Итак, немножко про объекты, которые все-таки недоступны в Google-картах. Это объекты, которые удаляются по требованиям спецслужб. Всех спецслужб без исключения, они тут все равны, и мексиканские спецслужбы, и наши, и американские. Ядерные объекты РФ точно стерты с карты, но они стерты таким классным четырехугольником, что очевидно, что под ними ядерные объекты РФ. Авиабазы НАТО сверху авиабазы в Голландии замазываются более причудливым образом. То есть известно, что она там, это общеизвестный факт, но непосредственно взлетная полоса, то есть террористы, например, условно говоря, собирающиеся таковать эту базу, не могут узнать всех деталей. Некоторые крыши размазаны, например, крыша Белого дома в США. Дача олигархов, говорят в России в некоторых пустошах, но я думаю, это и наши ядерные объекты все-таки. Места крушения НЛО, может быть, ходят слухи, что в Америке замазаны Росвейлские места крушения НЛО. Одна из моих самых любимых вещей — это пробки и прокладка маршрутов. В свое время Google очень хорошо поработал над тем, чтобы хранить и обрабатывать, выдавать ответы по крупнейшему дорожному графу в мире. Это граф всех дорог в мире. Он очень большой, в нем около 100 миллионов вершин и 500 миллионов ребер. Если кто-нибудь когда-нибудь на втором курсе что-нибудь такое программировал, уже понятно, что там что-то очень с трудом влезает в память. Прогнозирование пробок идет двумя способами. Есть типичное прогнозирование на основе статистики, например, 4 дня тут была пробка, и завтра, наверное, тоже будет. Есть более сложные прогнозные алгоритмы, которые учитывают и текущую транспортную ситуацию. Омск тоже есть с недавних времен. Доступ к информации есть через API. То есть вы можете проложить маршрут, узнать загруженность этой дороги, можно прокладывать сложные маршруты. Есть определенные ограничения, чтобы люди не использовали средства своих, не знаю, выкатывая какое-нибудь приложение для такси или еще что-нибудь в таком духе. Но, тем не менее, если вы строите какой-то сайт, чтобы люди, не знаю, продолжили дорогу к вашему магазинчику, это все легко можно предоставить. Итак, основные возможности приличного API. Это, безусловно, удобные контролы и зум. То есть вот эти вот кнопочки, на которые мы нажимаем, плюсик, минусик, приблизить, отдалить. Если их нет, то с вашей картой что-то не то. Геокодирование. Что такое геокодирование? Геокодирование – это возможность узнавать, например, по координатам. Вы передаете в сервис координаты и узнаете, например, адреса, наиболее релевантные к этим координатам. И наоборот, по адресу узнаете какие-то координаты. Конечно, коряво написанную какую-нибудь российскую улицу, наверное, будет сложно опознать, получить ее координаты, но иногда есть хорошие попадания. Хочется отдельно сказать о прокладке маршрута. Я считаю это частью приличного картографического API, но это, на самом деле, нужно понимать, это, конечно, не часть карт как таковых. Есть замечательные опенсорсные библиотечки, в которых нет этой поддержки, потому что они не мониторят миллионы автомобилей и так далее. Но, тем не менее, если я строю какое-то серьезное приложение, я бы хотел, чтобы там это было. Есть слои. Слоев может быть сколько угодно. Вы можете наложить, не знаю, все что угодно. На поверхность Тёмской области можете наложить любимые дачи или любимые места отдыха. Это примитивные объекты. Вы должны уметь рисовать треугольнички, кружочки, линии, многоугольники различные. Причем желательно, чтобы даже если у вас было там тысяча точек, многоугольники, он бы не сильно тормозил. Например, вы хотите нарисовать очень точно границу Российской Федерации и залить ее, например. Или, например, залить все страны, члены Шанхайского Содружества. То есть вам каким-то образом нужно взять полигон соответствующей границе и залить его внутренность. Хотелось бы, чтобы вывод не подтормаживал. Это пробки общественный транспорт, но с этим сложнее. Мобильная версия. Мобильная версия, я сразу оговорюсь, я буду рассказывать о веб-версии в первую очередь. Она самая древняя, она самая мощная, все фичи из нее переходят в мобильную. Те, кто ждали услышать про Android, наверное, не услышат ничего. Выгрузка в удобных форматах должна присутствовать. Тот формат, который считается удобным на данный период, он там должен быть. В свое время это был XML, теперь JSON и так далее. Самые известные плюшки именно Google Maps. Данные там реально обо всем мире. Причем есть такая в картах, например, карта состоит из маленьких кусочков, которые называются тайлы. Вот есть замечательные области в мире, где-то в районе озера Чат, где сейчас сфотографировано с такой точности, что видно ноги человека, который моет сквозь воду в озере Чат. Но это вот там огромная разрешающая способность была именно в этом месте фотографирована. Есть такие плюшечки, определенные пасхальные яйца, которые заложены в карту. Вот их можно знать. Больше миллиона установок и использования в различных сайтах. Очень приличная аудитория. То есть вы можете всегда найти какого-нибудь человека, который их обязательно использовал в любом городе. Он платен для больших коммерческих сайтов. Это, конечно, нормально. Дело в том, что если бы вы сами захотели иметь свои карты, развернуть их у себя дома, чтобы они работали круглосуточно, вам пришлось бы очень сильно вложиться. Для того, чтобы поддерживать эту инфраструктуру, вы можете собирать донейт или, чтобы быть более уверенным, заставлять людей платить, которые взошли на фоне вашей популярности. И а то кто-нибудь напишет свою обертку, например, какие-нибудь Петрович карты. И там будут снизу Google карты. А он как-нибудь их раскрутит, там будет миллиард посещений, все скажут, а это лучше, чем Google карты. Мы будем использовать Петрович карты. Сразу поясню. Если ваш проект бесплатен, если он приносит какую-то пользу, то всегда менеджеры, которые связываются с вами в случае превышения лимитов, им можно объяснить ситуацию, которую несет ваш проект миру. Скорее всего, вам будут подняты лимиты до очень безграничных, причем в зависимости от ситуации. Есть такие вещи. Мне в свое время доставляло большое удовольствие лазить по поверхности Марса или Луны, знакомиться с кратерами и так далее. Google Earth. Плагин доступен не только для нашей планеты, но Google Earth, Mars, Google Mars, не знаю, как это точно назвать. Есть замечательная песочница под названием Playground. Вот здесь по ссылке будет презентация. Там можно зайти и написать. Там она вообще относится ко всем технологиям Google. Но в частности, мне очень нравится песочница для Google Maps. Там такие простые конструкторы, чтобы собрать свои первые карты. Здесь по ссылке можно перейти, можно под Android научиться что-нибудь писать. Отличная документация. Скажу честно, был у меня один эпизод, мне нужно было написать на одном проекте документацию. Я взял документацию с Google Maps API, ну как бы взял ее структуру и переписал. Меня потом очень-очень-очень долго благодарили за такую прекрасную структуру документации. Смотрите в эту сторону. Street View. Street View – это отдельная фича, которая позволяет нам просматривать улицы. Надо сказать, что в своих картах вы можете периодически подключать этот Street View. Можно его отключать, он требует дополнительного трафика, понятно. Или вы не хотите, чтобы люди, например, слишком много потребляли трафика и не включали случайно этот режим. Это все регулируется в вызовах API. На клиенте всем всегда приятно. Дизайн с каждым годом все лучше и лучше, все универсальнее и универсальнее. Ой, простите. Я сейчас буду говорить о первой версии. С первой версии прошли большие отличия. Итак, немножко о истории интернета и Google Maps, как мести в этой истории. 7 февраля 2005 года вышла первая версия Google Maps. Она вышла специфическим образом, без особых анонсов. Но она, в чем проблема была? Она покрывала в основном Америку, Мексику и Кубу. То есть весь мир был таким обрезанным на первой карте. Но не было данных больше о других странах. Потом, по-моему, добавилась Великобритания, Исландия и вот страны северного полушария. А 18 февраля была опубликована статья о технологии Ajax, положившей начало отзывчивому интернету. И ребята, которые выпустили первый API, они уже знали об этой технологии, они общались с этими людьми, и они полностью предоставили у себя все способы вызова всех популярных Ajax метов. Все, что мы сейчас делаем при помощи jQuery или Prototype, все было в первом апе. Многие люди копировали просто джаваскриптовый код оттуда, чтобы использовать в своих проектах. Ну, то есть, благодаря этому, первые Google Maps, благодаря инфраструктуре, которую он поставил вместе с собой, завивали очень большую популярность. Все стали ждать данных от своих стран. Тут же, через год, в связи с изменившейся ситуацией в вебе, выходит вторая версия. Там было новое пространство имен Gmaps2. До сих пор существуют сайты с 2006 года, которые поддерживали эту вторую версию. В этом году была прекращена поддержка и отдача тайлов, но тем не менее какие-то сайты еще работают. Синхронное выполнение вызов функций. Что это означало? Вы должны были перед тем, как показать карту себе, вы должны были загрузить огромный джаваскрипт файл, там должны были быть все модули, все связи, вся идея была в том, что вот все должно догрузиться. А потом я покажу вашу карту. Кто помнит, пробовал карты в 2007, в 2008 годах, может быть, они были дико тормознутые, конечно, и на чужих сайтах, когда их включали, было просто невозможно работать. Было много новых функций, которых не было в первой версии. Было отличное покрытие, была локализация, то есть появилась возможность добавлять параметры, чтобы показывать людям в Китае, китайские иероглифы, или в Японии там, снова китайские иероглифы, людям в России на кириллице и так далее. В чем проблема была? Было очень много джавасстайлов кодирования. Что я подразумеваю здесь, джавасстайл? Он был такой нормальный конструктор, геттеры и сеттеры, которые устанавливали разные свойства. Точинство примеров документации были с GSP-страницей. Надо сказать, что я когда сам ознакомился только, я не знал различий между версиями, я собрал такой нормальный джава-проект с GSP-страницей, для того, чтобы только увидеть карту в себе первый раз. Но потом оказалось, что можно проще. И был еще XML, через который возвращались данные сервиса геокодирования и так далее. В общем, я к чему? Вы до сих пор можете столкнуться, если кому-нибудь придется переписывать проект, с вот этой старой версией. В 2009 году на Google I.O., там любят анонсировать разные плюшки, была анонсирована третья версия. Бета была же выпущена только через год, потому что было довольно много багов. Люди неожиданно столкнулись с тем, что им очень сложно переходить на новую версию после старого стайла, и нужны настоящие JavaScript-программисты. Была предложена синхронная модель загрузки модулей. То есть, если вам нужны только карты, вы загружаете модуль, который поддерживает только карты. Нужны пробки, добавляете еще одну зависимость и так далее. Это позволяло быстро отобразить первые карты и слои уже по требованию клиентов. При установке свойств предпочтение теперь отдается литералам объектов. Всюду все передается через JSON, а примерами являются законченные JavaScript-приложения. Здесь пример недавней выпущенной игрушки, вот такой вот прелестного. В 2011 году была анонсирована поддержка WebGL для всего этого, что позволило рисовать сумасшедшие технологии, которые раньше были доступны только на десктопе. Сейчас вот такая вот была недавняя игрушка на хабре анонсирована, там какой-то кубик, по которому что-то шарик, по-моему, катали или еще что-то. В него натянули Google Maps, и вы катали шарик по реальным домам, городам. Это же и позволяет технологии отображать 3D-модели. Невозможно заниматься картами, если вы хотя бы чуть-чуть не пройдете какие-то азы картографического построения. Есть две прекрасных вещи – широта и долгота. Я их называю так – латитюди и лонгитюди. Вы можете назвать их как угодно, это латинские слова. Дело в чем? Широта – это примерно как Y, а долгота – это примерно как X. Но пара выглядит поиначе. То есть вы передаете широту и долготу, как было принято в географии. Y, X. Для обозначения городов, то есть вы хотите, например, найти, обозначить какой-то город. Нужна определенная точность, например, там 5 знаков после запятой. Если вы хотите обозначить Россию, у России есть некий центр России. Для того, чтобы ее обозначить, нужно, например, два знака после запятой. Ну и так далее. То есть точность координат до шести знаков после запятой. В зависимости от этого могут разные места показываться. И есть ключевой объект всего этого. Это так называемый геопоинт. Это пара координат, объект просто оберка. Он по-разному называется в разных версиях, но вот геоточка. На ее основе строится все. Строится маркер, строится какая-то полилиния и так далее. И, конечно, невозможно заниматься нормальной картографией без азов сферической геометрии. Например, люди любят начертить на карте прямую и сказать, что самолетик летит по ней. Самолетик летит не по ней. Самолетик летит по геодезической кривой, которая выглядит как некая дуга на этой поверхности, являясь в самом деле кратчайшим расстоянием. Ну, это основа сферической геометрии. В свое время были проблемы. Я показывал плоские карты, но один потрясающий человек, Меркатор, предложил Меркаторскую проекцию, которая позволяет нам, не слишком искажая, определенным образом, ну, что-то искажая полюсов, представлять карты в определенном виде. Вот, наверное, одна из его первых карт была представлена, и с тех пор понеслось. Координатные сетки стали обязательнее. Чуть-чуть кода. Я думал, обойдусь без кода, не получится. Как создать свою первую карту? Теперь просто. Вы создаете где-то в вашей теймели, диф такой, с каким-нибудь айдишником, например, каким угодно на самом деле. Можете мап его назвать, можете май мап. Ну, я мап-канвас назвал, потому что хотел на нем рисовать. Объявляете какую-то переменную. После этого, самый важный здесь объект, вот вы посмотрите, вот там есть конструктор снизу. Мап и передается в него элемент, в котором карта будет отображена, и некие мап-опшенс. Вот этот мап-опшенс, это самый важный объект при инициализации карты. В нем много параметров, я выделил только самые основные. Вот, например, вы устанавливаете уровень зума, то есть вам будет показана карта. А как близко она будет показана? А с какой точки она будет спозиционирована? Например, хотите, чтобы она показалась на Омске с четкостью до улиц? Устанавливаете какой-нибудь там зум-левел 16, координаты Омска и так далее. Вы хотите, например, отобразить тип карты road map, то есть карты с дорогами. Или хотите спутник отобразить, сателлит называется. Передаете соответствующий параметр. Maps Options, реально всесильные объекты. Там можно модерировать такие вещи, как внешний вид карты, все кнопки, собственные CSS-кнопки, HTML-кнопки. Кнопка может быть чем угодно. Это может быть плюшевая мишка, которая спускается, ты на нее нажимаешь, карта отображается, все что угодно. Или она зумится, например. Маркер. Это просто тоже классная штука. На него, условно, очень много копий. Дело в чем? Маркеры — это базовая вещь. Вот если кто-то использует Google Maps, там обязательно будет маркер. Такая штучка, не обязательно вот такая красная. Вот здесь вот что-то. Мой магазин. Или там еще что-то. Он не обязательно может выглядеть так. Там тоже может быть передан полностью свой HTML, там может быть, не знаю, вместо этого вы можете привязать какой-нибудь там свой диплом, например, отображать на карте. Вот здесь был мой диплом. Или еще что-нибудь. Маркер объявляется следующим образом. Тоже простой конструктор, в который перейдется литерал. Следующий объект. То есть позишн, объявленная геопоинт, май лат лунг, вот, карта, которой вы это привязываете, вдруг у вас 4 карты на картинке. Например, какое-нибудь название, которое должно воспроизводиться. А что делать, если у вас очень много маркеров? В первых двух версиях Google Maps API не было хорошего алгоритма для пластеризации. Пластеризация — это когда вы на определенном уровне видите не все маркеры, а видите их, собранные по какому-то принципу. И тут нужно отдать должное русским программистам. Я буквально позавчера переписывался с одним товарищем, который в свое время еще в 2009 году на Хабре в комментах статье про Google Maps предложил, ну там пользовались каким-то внешним плагином для пластеризации, он предложил свой алгоритм. Он предложил свой способ очень быстрый. Раньше можно было только 10 тысяч точек вывести, потом все тормозило. Предложил способ пластеризации очень быстрый для сотен тысяч точек, даже до миллиона. Вот. Его заметили, его плагин потом опубликовали, и в конце концов его коды стали частью современного пластеризатора. На данный, правда, момент человек работает в Яндексе, но как бы вот он в свое время послужил всему миру, предложив очень хороший алгоритм. Большая радость за эти люди. Итак, информационное окно, не менее базовый объект, это та штука, которая всплывает, когда вы нажимаете на какую-нибудь марку. Она может быть тоже разной, она может быть типичной, не знаю, формочка какой-нибудь, в ней можно делать какие-нибудь акции, оттуда можно разворачивать сайт. Вот здесь какие-то, не знаю, вещи написаны. Всплывающее окно, которое привязывается к любому событию на карте. Это клик на маркер, вы потянули за линию и так далее. Любое кастомизируемое окошко. Оно полностью определяется переданный контент-стринк, причем распознается. Если вы передали в HTML, значит, это будет HTML-стринч. Если строка, это будет пустое окошко, в которое ставится строка. Есть не менее интересный объект полилинии. Поли, наверное, от слова много. Здесь показан пример, нарушающий децентрированное соглашение Google Maps, показанная система общественного транспорта, реализованная при помощи Google Maps. Запрещается такая система реализовывать, такого сайта уже нет. Но тем не менее, полилинии были нарисованы, по ним ездили маркеры и так далее. Полигоны. Не менее интересные вещи. Представьте себе, что вы замкнули полилинию и залили ее внутренность или внешность. Получается куча каких-то многоугольников, которые что-то ограничивают. Вот здесь вот карта всех графств США. Та штука, которая имеет штат, называется графство. Даже в США. И как бы, если кто-то приглядится, то увидит здесь иллюстрацию о невозможности раскрасить карту США в четыре краски. Мощь полигона. Полигон является обобщенным подходом к изображению таких объектов, как линия, прямоугольник, треугольник, окружность. Причем там можно по-быстренькому объявить, а можно объявить просто многоугольник какой-то и залить его. Всегда нужно отвечать на один вопрос. Покажи мне границу. Первая точка должна совпадать с последней. Обязательно, иначе он не замкнется. Нужно это прямо указывать. У тебя N плюс одна точка. И нужно ответить на вопрос в параметре. Закрашиваем внутреннюю область или нет? И каким цветом? Есть такие замечательные вещи, которые позволяют отображать, например, 3D-проекции поверх карты. Они называются, я перевел как наложения. Оверлайс. Здесь мы видим 3D-модели, какие-то раскраски каких-то полигонов. И все это на Google Earth сверху. Вы можете создать свои собственные наложения. Я не привожу здесь примеры кода. Сразу поясню. Они просто чуть больше, чем экран. Чуть больше. Но я не стал их переводить. Документация все есть, все равно на русском языке. И тут наше время подходит к концу. И я быстро расскажу, что еще есть Google карта. На самом деле, вот простым созданием каких-то объектов все не ограничивается. Для вашего магазина вы можете создать какие-нибудь там карты. Для вашей районной администрации тоже можно создать какую-нибудь карту, нарисовать вот здесь. Вот у нас основные места какие-то, на которые мы собираемся и танцуем и так далее. Но если вам нужно что-то реально живое на вашей карте, вам нужно потреблять сервисы Google. Какие могут быть сервисы Google? Я уже говорил о геокодинге. Прямой и обратный. Он доступен через REST API, возвращая JSON, тот или иной. Вы передаете координаты, получаете список ответов. Передаете адрес, получаете список координат или одни координаты. Это сервис прокладывания маршрутов. Вы передаете ему набор координат, говоря, я хочу проложить вот с такими-то параметрами. Например, отсюда досюда пеший маршрут. Он выдает вам полилинию в ответ. Определенные проблемы, которые могут встретиться, если у вас был режим, например, с учетом пробок. Он выдаст одно время, если без учета пробок, то другое. Это street view, как я уже говорил, возможность подключения. Довольно свеженькая вещь. Дело в том, что мы не всеми слоями можем управлять и запием. А вот погодой теперь можно. То есть вы можете сами решать, мне вот это очень нравится, какую погоду показывать. В каком регионе, например, показывать только погоду в Украине? Или показывать там только погоду в нашем городе, а вокруг не показывать? Или давайте показывать облачность в нашем городе, а во всех остальных местах показывать дождливость? Ну, то есть разные параметры, можно разную погоду показывать. И в смысле, что вы данные меняете? Вы меняете типы данных погодных, которые отображаются. Это отрисовка геодезических кривых. Да, это отдельная апель для людей, которые хотят быть справедливыми с географической точки зрения. Представляется отдельный набор функций нарисовать мнение. Обычную прямую, а геодезическую прямую. Этим пользуются на всяких сайтах авиабилетов и вообще прокладки авиамаршрутов. Поиск по организациям и геообъектам, так называемый places. Сначала я думал, что это просто поиск по организациям, логичный поиск по справочным подберегистам. Казалось, шире. То есть на самом деле выдаются все объекты. Вот он чем отличается в геокозинге? Вы вводите, например, я хочу запросы в духе. Я хочу найти все рестораны в районе 200 миль от такого-то квадрата. Можно делать вот такие сложные вопросы. Вы конструируете этот запрос, тоже в виде JSON, напоминающийся запросом MongoDB, и как бы посылаете его, и вам приходит такой реальный ответ из базы данных places. Есть такой момент. О чем прибыль вообще в Google от всех этих вещей? Я уже говорил, если вы коммерческой организацией, страничка с картой на вашем сайте популярна, вы платите. Если у вас в сутки больше, чем 25 тысяч раз загружается карта, загружается в смысле, вот загрузили, что-то подделали, а потом вот переобновились. Микрофон, простите. Давно, наверное, уже брал. Так. Сказали бы. Вот. Если вы полезная, не коммерческая популярная организация, возможно, вы не будете платить, но после определенных общений с контакт-менеджерами из дела Google Maps. Есть ограничения на количество запросов для разных сервисов. Например, на подгрузку карты 25 тысяч в сутки, на геокодинг 2500 раз в сутки и вот на плейсис тоже какая-то такая не очень значительная цифра была. Ну, собственно, если это не основная фича вашего сайта, у вас нет никаких проблем. Были, конечно, вопросы, что если я напишу какому-нибудь боту, который обрушит сайт конкурента. Вот. Ну, благодаря новым продуктам Google сейчас появляется возможность отслеживать бот-нет-атаки. Вот. Так что вполне возможно, что это укнется по вашему сайту с Google Maps, если они для вас конкуренты. Если кто-то хочет поднять эту планку, но, опять же, не до бесконечности, приобретается такая вещь, как Google Maps для бизнеса. Там расширенные лимиты, ну и, соответственно, расширена какая-то плата. Кстати, что будет, если у вас не Google Maps для бизнеса, а тем не менее у вас, почему-то, 26 тысяч за прос в сутки. В идеале вы должны платить 4 бакса за каждую дополнительную тысячу. Есть такой момент, да. Но при этом не значит, что вас отрубят их завтра. Например, вы в течение, что-то, по-моему, подряд 90 дней, если превышали этот лимит, вам пишут, ну, как-то нехорошо, превышайте лимит, давайте поговорим. То есть не так, о некоторых я уже сказал. Нельзя в лицензионном соглашении написано «показывать движение общественного транспорта использовать для закрытых маршрутизаций». Нельзя использовать для того, чтобы построить, как ваша фирма разводит сотрудников в корпоративной сети. Нельзя. Ну, то есть, конечно, делают, но нельзя. В любой. Вы платите за расширение лимитов для вашего популярного открытого сайта. Есть такой момент, люди с картографическими IP почему-то вот очень против, почти все против использования закрытых коммерческих организаций. Вот. И есть еще такая вещь. Раньше необходим был ключ. Во многих сервисах нужен ключ. Сейчас Google собрал единую Google Developer Console. Ключ не нужен, когда вы собираете Hello World, даже когда вы кладете на сайт. Но настоятельно рекомендуется завести этот ключик. Для чего? Вы сможете отследовать, вам перешивается Google Analytics, вы сможете отследовать, какие идут запросы карт отовсюду. То есть, например, с каких стран, с каких IP-шников, с веба, с каких браузеров и так далее. То есть, подставляется определенная статистика. Возможно, ключ когда-нибудь станет обязательным. Но сейчас, вот последние несколько лет, этой обязаловки нет. Примеры можно собирать, не запариваясь получением ключа. Я хотел привести еще напоследок несколько очень моих любимых просто кейсов. Пару минуточек. Как использовать можно карты ваших приложений? Пару минуточек. Пару минут. Все хорошо, заканчиваем. Это, например, борьба с преступностью. Ну, здесь почти уже, наверное, все все прочитали. Есть какая-то база, вы вывели тепловую диаграмму, поняли, где горячие точки, отправили туда патрули. И так несколько раз. Возможно, преступность будет побеждена. Замечательный сайт из Индонезии, контроль над вырубкой лесов. Здесь используется во всю оверлей, причем в динамике. То есть, и можно в режиме онлайн следить за тем, как в Индонезии вырубают леса. Например, писать экологический протест, если вокруг вашей деревни куда-то делся лес. Результаты поиска на WebGL Globe возможно не будут. Результаты поиска на WebGL Globe. Здесь представлены визуализации при помощи WebGL всех поисковых запросов. Ну, здесь, например, на английском языке с территории США. Видимо, вон там желтенький, сверху это франко-канадский, а с юга-мексиканский. Сухой остаток. Я сейчас очень быстро. Скажу честно, как только на вашем сайте появляется Google Card, отказаться от них почти нереально. Если у вас был унылый Web 1.0, то это вот первый шаг, когда вы можете поработать не со статикой какой-то, а сделать что-то нормальное. Все примеры как бы диктуют вам нормальный стиль веб-приложения. Можете стать реальным, быть ближе к народу. Ну, вот здесь у меня все-таки вопросы. Но, на самом деле, я сейчас быстро удалюсь на сессию. Давайте два-три вопроса, что-то мне заделось. Спасибо большое, Алексей. Вопросы? Давай я первый задам. Насколько велик интерес Google к России, и когда карты Google станут такими же подробными? Как что? Как Яндекс, как Дубльгиз? Дубльгиз неподробный между городами. Яндекс-карты плохие за рубежом, а Google-карты хороши в крупных городах, проигрывают в сельской местности. Я вот так честно скажу. Покрытие Омска, карты в Омске, вот последние, которые выкатили, они не хуже, чем Яндекс-карты. Проблем вот нареканий по нахождению каких-то объектов я намного меньше вижу. Но может быть, потому что люди меньше пользуются. В Яндексе есть панорама. Google тоже есть. Есть даже сервис панораме, я не стал уже про него рассказывать. Да, есть такие. Мы же не будем обсуждать вопросы, чем одни карты, а другие встречаются. У меня еще есть доклад на эту тему. Это когда я другой тип вопроса задал. Ну, на самом деле, можно чуть-чуть прокомментировать. Google действительно интересуется Россией и с год-два назад в Цюрихе буквально запустили специальную команду для Google Maps именно по России. Вот так, чисто по знакомству знаю. У меня такой вопрос. А Google как-нибудь карается за попытку обойти лимиты с использованием, не знаю, десяти аккаунтов, между которыми случайно выбирается, по какому ключику я делаю запрос? Вот. Я не пробовал так делать. Мне сложно сказать про такой тип лимитов. Но вообще у них довольно, не только у них, у многих очень интеллектуальные распознаватели, даже если вы с очень-очень разных IP-шников даже со всего мира долбите, но ваши данные по какому-то принципу. Например, вы же собираете, они смотрят, а в каком участке вы собираете? Если вы случайно по всей земле, проблем нет. Если вы собираете по городу Новосибирску, проблема может быть. И все эпичники могут быть забанены.